Свободу! 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 По разным оценкам от 20 до 35 тысяч горожан вышли в выходные на улицы, чтобы требовать освобождения и возвращения народного губернатора. Бурга! 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 Мы его выбирали и мы должны его судить. Мы его поддерживаем. Зачем его забрали в Москву? Мы не понимаем. А вы верите виновность? Нет, я не верю. Пока этого не доказано. Если мы сейчас не выступим, это считай, нас просто вниз с лицом опустят. Свободу! Свободу! Несмотря на то, что с самого начала акция была несанкционированной и каждому ее участнику грозил штраф в полторы тысячи рублей, полиция решила не вмешиваться. Митингующие считают преследование губернатора политическим. По итогам двух дней протестов были задержаны как минимум четыре человека. Их обвиняют в участии в несанкционированном митинге и неповиновении полиции. Фургал наш выбор! Фургал наш выбор! Руководство местного главка МВД обвинило в организации протестного митинга пресс-службу Фургала. Звонки с угрозами получила в частности пресс-секретарь Надежда Томченко. Ни Хабаровский край, ни Дальний Восток, ни вся Россия не видела еще такого единодушия. Спасибо вам большое. Акции в поддержку Фургала и против федеральных властей прошли не только в самом Хабаровске. Первыми на задержание Фургала отреагировали в Комсомольске-на-Амуре, где прошла серия одиночных пикетов. А в Николаевске автомобилисты выставили из машин лозунг «Я, мы, Фургал». «Верните нам губернатора! Верните нам губернатора!» В Хабаровск сегодня прилетел вице-премьер, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Первым делом чиновник встретился с замгубернатора и представителями силовых структур. О чем шла речь, на этих встречах не сообщается. Журналистам Трутнев заявил, что событие жесткое, но у людей есть право выражать свое мнение. Сергея Фургала арестовали по обвинению в убийствах и покушениях на бизнесменов в начале нулевых. Сам он вину отрицает. Фургал победил на региональных выборах в 2018 году, обойдя кандидата от «Единой России». Александр Пугачев, Александра Филиппова. Для настоящего времени.